Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если человек со дня знакомства вел себя год нормально, а потом начал вести себя как урод, сегодня люблю, завтра убью, над угрозы, оскорбления, завтра опять люблю и прости. Это абьюз, как вести себя с абьюзерами, подсказать, как избежать от них, от себя потерями. Ну, здесь два основных аспекта, на которые хочется обратить ваше внимание. Первый аспект, он заключается в том, что вы попали, что называется, попали, да, на абьюзера не просто так. То есть, иными словами, если вы, вот, ну, стали встречаться, условно говоря, с абьюзером, то, значит, в вашем поведении есть что-то жертвенное. В вашем поведении есть что-то жертвенное. В вашем поведении есть что-то, во что вы не берете ответственности, потому что абьюзер, человек, который пытается контролировать все и вся, который пытается компенсировать свою, допустим, тревожность, да, ну вот, управлением другого человека. А, возможно, подобно только если у другого человека есть к этому некая предрасположенность, скажем так. Вот, и, соответственно, важно понимать, что у вас, судя по описанию, эта предрасположенность есть, она у вас имеет место быть, она у вас присутствует и, соответственно, в этом смысле вы, вот, в какой-то степени, сами, может быть, не притянули, да, но сами вступили в такие отношения, где есть абьюзер, соответственно. А, дабы этого не повторилось в дальнейшем, например, да, вам нужно поработать в первую очередь над своей моделью поведения, да, подкорректировать ее, вот, посмотреть, где вы себя как-то вот пропускаете, да, где вы от себя отходите, можно так вот сказать, и, соответственно, уже в этом направлении можно будет тогда поработать, в этом направлении можно будет тогда уже, ну, это направление можно будет тогда поисследовать, вот, потому что сейчас ситуация вот такова, на данный момент, что у вас есть к этому предрасположенность определенно, к сожалению, к сожалению, у вас есть к этому вот склонность, склонность к тому, чтобы вот, как-то, значит, приносить себя в жертву, ну, в отношениях. Тут может быть и страхи, тут могут быть и проблемы с самооценкой, тут может быть и некая надежда на то, что человек в какой-то момент будет вести себя по-другому, ну, то есть много-много-много-много разных есть моментов. Это первое. Это первое. На что вот хочется обратить внимание? Ваше. И второй аспект, на который нужно так же обратить ээээ ваше внимание. Это ээээ то, что ээээ то, что если ээээ вы понимаете, что ээээ вы понимаете, что эээ отношения вас не устраивают и здесь не так, не так ээээ важно, ээээ, ээээ важно. Ээээ, как мне кажется, вот, здесь не так, не так важно, эээээм, абьюз это, или не абьюз, главное, что ваше отношение не устраивает, вот, это важно. То есть, это важно, что вас не устраивает отношения. Вот. Ну, ну, фактически, фактически, вас они не устраивают. Вот. И, ээээ, если вот так вот вышло, что отношения вас не устраивают, то нужно вот, в первую очередь, ээээ, вам для себя, эээ, признать, что отношения вы устраиваете не такие, какие хотите, да, не такие, какие, какие вот, ну, вам ээээ хочется, не такие, какие вас устраивают и так далее. Вот. И решить, что вы с этим делаете, эээээ, что вы с этим делаете. Вот. То есть, ээээ, сначала, сначала, мы, ээээ, признаем, что отношения не такие, какие мы хотим. Сначала мы признаем, что отношения нас не устраивают. Сначала мы признаем, что это не изменится. То есть, мы признаем, что, эээ, ну, ээээ, что лучше отношения не будут. Вот. А дальше мы уже решаем, ээээ, что мы с этим делаем. Вот. И, соответственно, наименьшие потери, вот, да, тут, конечно, есть вот важный момент, эээээ, как мне кажется. Ээээ, что понимать под, ээээ, потерями, в самом деле, для каждого, ээээ, человека это, что-то свое. Для каждого человека это что-то свое. Для каждого человека, ээээ, потерей является, ээээ, что-то важное в своей жизни, в своей парадигноценности. Например, для кого-то это могут быть. Эээа... Для кого-то это могут быть определенные ценности, да? Для кого-то это может быть время. То есть, ну, потеря, потеря времени, например. Для кого-то это может быть, ээээээ, там, изменение, изменение. Там, грубо говоря. восприятие себя и так далее, то есть вариантов много. Вот. Поэтому чем быстрее вы признаете реальность, вот, реальность, ну, в данном случае реальность такова, что отношения вас не устраивают, повторюсь, абьюзь, не абьюзь, не так важно, важно, что вам отношения не нравятся, то есть они, ну, не такие, какие вы, например, хотите, каких вы хотите отношения. Вот. И, что важно, да, там, абьюзь это не абьюзь, ну, это уже дело здорово. Вот. Чем быстрее вы это признаете, чем быстрее вы перестаете все. Надеются, да, на то, что вот ситуация как-то изменится, ситуация как-то поменяется, чем быстрее вы. Просто вот признаете, что вот реальность вот такая на сегодняшний день и все. И, ну, как бы по-другому не может быть, по-другому не будет. Вот. Тем для вас лучше будет. А если есть что-то, что блокирует данное признание, надежда, может быть желание отдать человеку еще один шанс, то мы имеем дело уже с защитными механизмами. С вашими собственными защитными механизмами, которые действуют, ну, скажем так, вам в ущерб. То есть это защитные механизмы, которые не дают вам возможности быть собой. Это защитные механизмы, которые, ну, саботируют, по факту саботируют ваше, ну, ваше счастье, ваша свобода. Вот. Их нужно, их нужно заметить, эти защитные механизмы. Вот. И их отдельно поисследовать. Что это такое, для чего это вам, что вы хотите, ну, с их помощью, да, там, гипотетически, ну, гипотетически, для себя, например, получить, что вы надеетесь получить, на что вы рассчитываете, чего вы хотите, какую, собственно говоря, проблематику вы решаете и так далее. Это нужно отделить одно от другого. Вот. Ну и последнее, наверное, последнее, на что хотел бы я обратить ваше внимание, это, пожалуй, история о том, что, как бы, человек, который ведет себя вот так, как он ведет себя, подобным образом, он влияет на ваше восприятие себя. То есть он пытается доказать вам, что вот, например, вы какая-то не такая, что с вами, там, что-то не так, что вы виноваты во, ну, во всем или не во всем, ну, виноваты, вот. И, соответственно, очень важно, чтобы, вот, во-первых, вы это замечали и знали, чтобы вы отделяли то, что думает человек о вас от того, что вы сами знаете про себя, и от того, что вы сами, там, гипотетически хотите, да, что для вас само важно и так далее. И, таким образом, не позволяли бы влиять человеку своим мнением, да, как бы, своей точкой зрения, вот, на, опять же, вас. Потому что влияние это есть, вот. И последнее, что хочу сказать, это то, что вам нужно, на мой взгляд, спросить себя следующее, что на данный момент удерживает вас в отношениях с этим человеком. ну, в смысле, вы называете его не очень хорошо. Вы отзываетесь о человеке не очень хорошо. И это нормально, потому что вам, вот, не нравится. Вам не нравится, как он себя ведет. Это вполне, вполне естественно. Это вполне адекватно. Вопрос немножко в другом. Если вам не нравится, да, если вы, вот, ну, называете человека, вот, определенными словами, ну, показывая, как бы, неприемлемость, как бы, его модели поведения, то что вас удерживает в отношениях с ним? Почему вы до сих пор с ним, вот. Почему вы до сих пор, ну, до сих пор находитесь, эм, с ним во взаимодействии, вот. Почему у человека вообще есть возможность, эм, вам что-то, эм, ну, что-то транслировать, да, почему у человека есть возможность, эм, выражать вам какие-то вещи, вот. То есть, эм, что бы не получилось, в такой ситуации, что вы, вроде бы, хотите, хотите уйти, да, вот, ну, вроде, вроде бы, вроде бы, вы хотите, вроде бы, уйти, э, вы хотите избежать, вроде бы, да, вы хотите выйти из отношений, но не выходите. И вот, что бы не было, э, такого, э, диссонанса, да, чтобы все-таки была, ну, некая, кооперация, например, э, между вами и специалистами, если вы будете работать. На это тоже нужно обратить свое внимание, на мой взгляд, э, по крайней мере. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо.